Салам алейкум, Достар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аут, это реакция на короткометражный фильм ГОК, вторая серия, давайте заценим. Очень серьезная тема, почитал комментарии, типа основанных на реальных, все это печально очень. Ну, что там у тебя? Все в порядке, я отменил решение суда. Там все нормально? Ну, если учесть, что эти идиоты сами проголосовали и утвердили свои убытки. И подали без госпошлины, а мы приняли. В общем, все, как мы договорились. В областном суде, я думаю, вы сами доведете все до конца. Конечно. Да, сам. Ну, тут вообще оснований никаких. Подсудность другая, да и вообще все неправильно. Ты где работаешь? На базаре, что ли? Это нужно для того, чтобы пришел крупный инвестор. Это нужно нашему государству в конце до концов. Поэтому эти безумные ходатайства об обеспечении надо удовлетворять. Ну, если мы удовлетворим эти обеспечения, то и суда не потребуется. Ну вот, удовлетворяй. Ну вот, удовлетворяйся. Или ты что, во второй инстанции сомневаешься? Давай, работай. Ты перспективный кадр. В стране нужны такие люди. По гор суду все нормально. Аппетиты, конечно, у них бешеные. Добавить бы надо. Слушайте, блядь, у вас совесть есть? И так берете тройную и таксу. Так в ваших делах ни грамма правды нет. Поэтому надо платить больше. Намного больше. Надо любым путем вывести всех работников злопа и забрать лицензию. Кто вам позволит это все сделать? В Казахстане для вас это будет очень сложно. Ваше дело, чтобы контракт был отозван. Я вам поясню. Место рождения попадает в Кендала Феникс. А потом его забирают наши башкирские друзья. А вот у них уже заберем мы. Я уже дважды налетал на этот завод и не смог его удержать. Вы несколько раз брали у нас деньги, и все впустую. Вы что, не поддерживают власти? Все нас поддерживают. И полиция, и юстиция, и суд. Все. Просто любая поддержка здесь стоит. Так в чем же дело, если вас со всех сторон поддерживают? На меня дело зависит. Якобы я 15 ярдов в тенге обналичил. Двести тысяч долларов теперь надо, чтобы меня свидетелем протащить. А что касается вашего ГОКа, туда еще надо денег, чтобы набрать хороших бойцов. Тогда мы не только от завода отберем. В землю их втопчем. Хлебом клюнуть. Я не знаю. Я понял. Я не знаю. Давайте так. Здесь аванс. И на полицию, и на суды, и на прокуратуру. И на наемников. Двести тысяч долларов. С этим уже все решено. Захватывайте ГОК. Неделю продержитесь, получите 200 тысяч долларов. Разве все вас поддерживают, это не должно быть сложным. Только не говорите, а действуйте. Мы будем действовать. Я первый заскочу на территорию ГОКа. Вы аванс от китайцев получили. Почему в суд не всю сумму передали? Там расходы разные были. Захват предприятия мелким чиновникам пришлось отстегнуть. Каким нахуй мелким чиновникам? Хаким? Прокурор? Суд? Что еще надо? Полиция вас на руках носит. Саныч, мы с вами воюем в Казахстане против казахов. При том, что директор наш с Россией. Плюс этот ГОК начинает с каждым днем все лучше шагать, уверенней. От нас уже шарахаются, как от чумы. В любом случае, приходится переплачивать. Глядя казаха директором не могли поставить, а? А если в нем патриот проснется, и он нас всех нахер пошлет? Для таких случаев и нужны чужие наемники. Шаровый. Шаровый. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, с вами все ясно. Водки принеси! Эх, мужика жалку уже. Ты чего себе сижу? Я же вам сказал, подайте заявление, в течение месяца рассмотрим. Давайте разберемся сейчас. Я почему-то не могу попасть к вам на прием. А знаете у нас там сколько заявлений? Работаем по протоколу, пишите заявление, будем разбираться. Меня интересует, почему, когда избивают моих сотрудников, вы бездействуете. Я вам еще раз говорю, пишите заявление. Опять двадцать пять. Смена актера такая... Все у вас хорошие. Удачи вам на дорогах. Спасибо. Так вы будете заниматься моим делом? Жалко, блин, мужика. И он не будет. Это как раз таки то, что мы сейчас делаем. А вам известно, что господин Харитонов сейчас пребывает под домашним арестом? А его, так сказать, помощник Марк находится в розыске. Да бог им сутья. Вы бы лучше сняли арест с реализации концентрата. Мы уже полтора месяца в простое. А вот что непонятно. Ваши рабочие на гуке. Почему вы их кормите, что они вас так прикрывают? Отчаянно и страстно, а? Наш завод входит в двадцатку лучших в мире. А потом я плачу им деньги добротно, вовремя. А они, в свою очередь, работают на совесть. Вы, блядь, работать собираетесь, а? Я с тобой разговариваю, Ишак. На меня смотри, баран, блядь. Когда план будете выполнять? Мне что, постоянно из-за вас пизды получать, а? Вы еще раз меня подставите, я раком нагну, поодиночке выебу, понятно? Где Караханов? У себя в кабинете, господин полковник. Свободный, блядь. Идите на хуй отсюда, блядь. Просто огонь и вода. Типа небо и земля. Как отличается, как тот относится к своим рабочим, считай добросовестно, и выплачивает зарплату вовремя. Выйди ты нужен. Отчет по добра нраву у тебя. Да, так точно. Ты на него несколько дел сразу заведи, пострадавших опроси, понятно? Здесь все пиздецное. Его избышники наших людей отпиздили. Вот съезди, побои с ними. Обыск срочно, нахрен. Понял. Господин полковник, если проверка, что как быть не? Какая я нахуй проверка? За нами прокуратура, понятно? Вот. Ты этого добра нравого по судам затаскай. Подозреваемый по всем делам сделай. Понял. Он меня Манкур там позвал. Вот за Манкурта еще дело открой. Социальная розетка. Понял. Давай. Давай. Работай. Есть. Неплохо. Значит, Гриша, у тебя охранное агентство? Да. Еще спортивный клуб есть. Совмещаем приятное с полезным. Тут дал команду. Вообще не понимаю, почему меня вызвали. Поговори со старшими. Тебе все объяснят. Поговорили уже. Мы работаем в связке с вашими. Ваши-то ручки марать не хотят. Стоят палят. Слушай. Не понимаю. Чего ты от меня хочешь? Начальник пришел. Дал аванс. Мы на старте. Я много вопросов не задаю. Платят делаю. А там сами уже разбирайтесь. Ты давай мне тут много не пизди. Сколько тебе заплатили? Десять тысяч авансов. В общем стошку. И вообще вы должны были оформить как хулиганку. Мы от силы попугали. Разогнали. Вот и все. Напугали, разогнали. Парни. Короче, парни. Нужно заставить их нас бояться. Это овцы. Бараны. Мы волки. Их там всего два охранника. А остальные рабочие. Нас. Тридцать человек. Идите и ломайте их там. Выгоняйте их с завода. Комиссариат будет часа через два. Целый час в вашем распоряжении. Вперед, пацаны. Тридцать. Парни. Тридцать. Парни. Что ты прочее? Что случилось? Да ну давай. Ты что врываешь? Съебали, блядь. Что случилось-то? Какого хера у тебя телефон отключил? Колтаев тебя ещет. Там на ножах уже и стреляют. Принимай, мертвого, быстро. Русь, скорее езжай на комбинат. Арестовы там задерживали всех, короче. Закрывай все, чтоб никто не работал. Главное без трупа, понял? Чтоб, блядь, мне только трупов не хватало. А что случилось-то? Бегом, блядь, это приказно. Я козла, я пак буду. Надеемся, блядь. Бегом на комбинат. Там инвесторы перестрелку устроили. Короче, давай завершай этот балаган, только без шума, понял? Короче, два балагана. Мимо проезжали. Сейчас на охране терминире спал там. Пацаны-то молодые сцепились там. Кронь горячая, ты понял, да? Понял. Я барин, жукар, блядь. Баласы изготят. Все, сделай, сделай. Нормально все. Завел их обратно. Как он меня заебал, а? И по-хорошему с ним разговаривали, и по-плохому. Он что думает, если я под домашним арестом, то руки до него не дотяну? Езжай в Казахстан, найди-ка его. Доставить к вам? Нахуя он мне здесь нужен? Убери его, ну как-нибудь пожёстче. Чтоб другим не паладно было. Можем дома пристрелить. Можем тачку подорвать. Да нет у него, блядь, никакой тачки. Все скеты из себя строят. Давай придумай что-нибудь. Только не наследи. У меня родители умерли. Да, я знаю, сочувствую. Ну, заразились от этого, с Карагандой. Кто такой? Боевик, который с инвесторами. Вы же говорили мне. Я тебе ничего не говорил. «Скорды» Вы же говорили мне, что боди. Я не буду думать. Ты лихов. Ты лихов. Ты лихов. Ты лихов. Януюсь, ты лихов. Ты лихов. Я инуюсь, ты лихов. В целом, это будет лихов. не прям концовку как будто он чем еще не вкурил жесткая серьезная тема конечно жесть просто блин как круто и снят это было это он недавно потому что актуал очки тоже есть тут вот продолжает высасывать бабки из китайцев таким даже сменился но этот чувак а как откуда тут канат ага появился еще чуть не выкупил его же не был то а ваши люди помогают или он просто этот наверное просто это уже в другом месте он был его поймал вот короче мужик классный преимуще вот что-то единственное хорошее что есть в этом сериале единственный персонаж это вот он прикиньте единственный вот он светлый такой человек даже вот менты есть посмотрите на сцену где он сидит там у него он весь черным а этот старик светлым это классно классный был переход по кадру все какие-то люди короче мелькать я уже не улавливаю столько всяких разных там задействованы кому-то все бабки платят короче что-то как-то хотят ну так сложно это что ли я думаю это может как-то все попроще было фиг знает канат ага который сержант братан я не знаю как тут он по мне представился он кто вообще здесь кого он играет прокурора я же вам сказал подайте сами течение месяца рассмотрим давайте разберемся сейчас я почему-то не могу попасть я не могу попасть к вам напрягу знаете у нас там сколько заявлений работай по протоколу пишите заявление будем разбираться короче топчик честный взгляд очень я у них еще не было только когда а и финал три месяца назад такой был прикольно тут вообще короче гляну я все остальные темы вот как вам пишите в комментариях ставьте лайк к этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны спасибо за внимание и всем пока check it out